Два слова, буквально один наших глядачей, два слова. Мы сейчас после игры возьмем у главного тренера Мариупольцев, Вячеслава Костендей. Вячеслав, скажите, пожалуйста, что удалось, что не удалось и коротко ваши выражения в этой игры? Ну удалось что? Удалось, что мы получили печальный урок хороший. Это именно то, что нужно для нас. То есть в любом нужно искать положительное. Результат отрицательный, да, провалили игру, боязнь, рука дрожит, молодежь, ребята 2001 года рождения, 99-го, 97-го, в конце концов, против старших, которые опытные игроки, бывшие игроки команды, слабожанец, чемпионы Украины и т.д. и т.п. Но из этого очень полезно, что мы видим, я вижу, на чем нужно работать. То есть над психикой первую очередь, над ударной техникой в первую очередь, ну во вторую очередь или первую. Но это все, конечно, меркнет по сравнению с чем? Мы можем работать много, усердно, долго, пахать по 8 часов в день. Но когда мы приезжаем сюда, я надеюсь хотя бы на... Пускай будет маленькая симпатия в сторону Харькова, если они дома, я это все понимаю. Но я настолько бессовестно, как сейчас. Я не могу игроку объяснить после игры, он мне говорит, за что меня ударили, если мяч был на руке, он на него сбивает мяч с руки у нападающего. Его удаляют. Пенальти дают, когда мяч вообще в стороне. Сейчас вот почему. Подходит ко мне судья. Он был для этого тренером. Экспансивным, темпераментным. Я его не удалял, всегда щадил. Он мне сейчас протягивает руку после чего? Когда моего игрока номер 8 кунает, опьяняет, отрывает голову. Он мне сказал, чтобы удалить одного этого игрока противника. Удаляет, делает обоюдно. А вы не сравняли, не дай бог потянутся. Да я читаю эту игру. Владимир Стасович, мы вдвоем проиграли немало. И правильно, читаем игру. Как, что может быть, куда-то как. Я сейчас хочу, чтобы отиграли протокол. И там засиделся игрок. Они нас забили гол, где на секунд 25 он сидел. Я хочу сейчас поднять. Я тогда напишу протест. Если они только сделали ошибку, они должны были подрегулировать по времени. Но он просил 25 секунд. Даже нельзя. Сидит слава мой друг скачков, который держит игрока, не выпускает. Я говорю, сколько игроку выйти, выйти, выйти. Не выход. То есть везде, во всем. Контроль времени затягивается. Игрока затягивается. Это все видно невооруженным глазом. И судьи плюс дают толкать. Молодые ребята. Мы гробим. Водная пола украинская наша. У нас команда перспективная молодая. Пытается вышкрестись. Я ребятам рисую куда-то, куда им стремиться, к чему. Согласно правилам. Не согласно каких-то заморочек, когда на счет судьи. И в итоге получается, что приезжают два судей, и у нас идти сюда. Вчера та же ситуация по игре. Два международника судят. Расставят нужные команды по своим половинам. Отыгрывает мой игрок после нам забитого гола на руку сопернику. Да это же металлическая ошибка судьи. За это его международник делегат так жарит, извините за выражение, что слов нет, выставит пять с половиной вместо девяти или восьми. И здесь точно так же. Игрока без мяча он от головы отрывает вообще. Ничего не дают, чистого. Свободного даже не дают. Мне хочется, хочется, что то, что я сейчас увидел, не буду я вмешиваться, буду разбираться, что судьи были однозначно какие-то ошибки судейские. Но одно, можно сказать, что все, что было брошено взглядом, физически команда плывет, а опыта на средствах не хватает. Ну, потому что это молодая команда. Мы увидели очень много молодых игроков. И главное, что идет возрождение. И в этом, наверное... Ну да, Владимир Александрович, вы правы в чем. Что я вот сразу, мы, когда вышли в Суперлигу, сразу же у юноши попросил у юношских тренеров трех игроков, даже четырех. И сразу же их немедленно ввел состав. Для чего? У нас четыре тура перед плей-оффами, и я имею возможность их обыграть уже на будущий сезон. То есть это очень хорошее дело, ну, как бы для нас сейчас, что мы их воспитываем. Ну, я имею возможность обыграть. Но я пытаюсь к чему-то, чтобы они стремились, рассказываю, показываю. А в итоге судья делает те вещи, которые не согласны правилам. И мне он говорит, как я, я же играю на чистый отбор. Я не трогаю без мяча. Меня в это время делают вот так, когда я в нападении. И, естественно, они пытаются грубить точно так же. Но здесь их загрубость... То есть должно быть объективно в обе стороны. Так же нельзя, не к чему стремиться. Мы гробим тогда наше водное поло. Хочется к Харькову третье место. Да ради Бога, но не такими способами. Выиграйте у нас. Но не так же. Не таким способом. Уважаем вам удачи. Я думаю, что на этом не заканчивается. Эта эмоция мы тоже понимаем. Главное, что команда имеет будущее, перспективу. Команда прибавляет. Даже это видно после первого тура. И сейчас команда наголо. Как-то так вообще не пропускает. Физически растет. И то, что в будущем мы увидим совсем другую игру. Я лично в этом не сомневаюсь. Вам удачи. Спасибо большое. И спасибо вам, что вы даете возможность. Может быть, я нагрел лично. Я наживаю как врагов, но тем не менее. Это эмоции. Нет, это не только эмоции. Я же если не прав, я приду и скажу, извините, я был не прав. Но здесь в этой ситуации все видео, и здесь есть доказательное видео. Пожалуйста, пускай смотрит вся Украина и международная общественность. Если громко сказано, что я был не прав в чем. Если это пункт правил, без мяча игрока нельзя, а с чем можно. И он не соблюдается. Все, какие проблемы, какие вопросы. То есть я прав. Это была думка главного тренера, мастера спорта медового класса Вячеслава Костандрия. На этом мы сейчас будем завершить нашу онлайн-трансляцию. И лишь хочу сделать последнее оголошение, что сегодня в 21.00 будет проводиться прямая тренера от центральной игры 5-го тура между сборной Харьковской области и Динамо Львов. Мы с вами прощаемся до 21.00. Сегодня игру комментировал вас из спортсменов класса Вадим Скратов. До встречи. Продолжение следует...